Можно сказать, что ЧП, какие идеи для некоторых семей в пригородном поселке Аршан. Небезызвестный пожар, который произошел вчера. Десятки наших с вами земляков потеряли кров. Потеряли не только кров, но и буквально самые насущные средства для проживания. Я знаю, что по горячим следам были приняты первые шаги, которые можно было сделать и нужно было сделать. Об этом вы мне сейчас доложите. Но самое главное, конечно, что мы сегодня с вами должны обсудить, это дальнейшая судьба пострадавших. Для начала хотел бы выслушать управление МЧС. То есть, что произошло конкретно, может быть, когда пока предварительные причины. Потом хотел бы послушать вас, Игорь Александрович, в связи с тем, что сделано. И, наверное, уже тогда отраслевых руководителей, которые непосредственно занимаются уже конкретикой на месте. Пожалуйста, основная миссия. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. Ну, а по-фере, докладываю начальник главного управления Удома сбора с сегодняшнего дня, поэтому я прибыл. Значит, по ситуации. Вчера в 6 часов 24 минуты на пульт старшего оперативного дежурного от оперативного дежурного ГИБДД поступило сообщение о том, что на территории поселка Аршан по адресу утреннее зори, дом 5, произошел пожар в жилом доме. Возгорание произошло в комнате квартиры номер 20 на втором этаже с распространением огня на кровлю дома на площадь не 40 метров, и в последующем площадь увеличилась до 200 квадратных метров. В процессе проведения разведки пожара из здания было эвакуировано 15 человек. Это очень важная деталь. То есть на момент пожара в здании находилось всего 15 человек? В 8 часов 34 минуты пожар был локализован на площади 200 метров, распространение огня не было допущено на другие квартиры. Пострадавших на пожары не было. В 10 часов 30 минут пожар был полностью ликвидирован, тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями зданий. Причина пожара, виновные лица в настоящий момент устанавливаются. Как я уже сказал, это квартира номер 20, следственное действие сейчас проводится, пока у нас информация полная. То есть здесь может быть или техническая какая-то неизбранность, или там халатность, может быть, да, понятно. Поврежденный дом принадлежит муниципалитету города Листы. Значит, к месту пожара были направлены службы экстренного реагирования. Всего в пожаре принимало участие 117 человек, 30 единиц техники, из них от МЧС 79 человек, 18 единиц техники. На месте сразу же своевременно был развернут мобильный пункт обогрева, развернут оперативный штаб пожароотушения. Ну и благодаря своевременным действиям удалось прежде всего добиться отсутствия каких-либо потерь среди населения. Администрации города проведено совещание под руководством председателя КЧС, в котором все превентивные вопросы и необходимые вопросы были определены. Прежде всего это подготовлены списки для выплат по 10 тысяч рублей. Создана комиссия по определению ущерба и принято решение по расселению пострадавшим ущерба. Спасибо, Александр Иванович. Давайте уточним конкретно, сколько зарегистрированных граждан проживает в этом доме? 76 человек за 10 тысяч рублей. 76 человек. 22 договора в состоянии. Александр Иванович, за вчерашний день мы смогли довести по 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Эти деньги уже получены. Напарлены карточки к вечеру, вчерашнего дня. Это первое, что сделали, помимо того, что усилия. Деньги направлены Министерством финансов в город, чтобы в понедельник выплатить по 100 тысяч рублей за утрату имущества. Это тоже сделано нездравым на момент после пожара. Все были проверены, оказаны необходимые помощи, но мне не понадобилось. То есть в каждом обследовали, посмотрели, надо ли не надо. Но вот в принципе в 7 лет, наверное, Мария Петровна может предложить более подробную. Мы сразу подключили две наши службы, Центр социального обслуживания, комплексные центры населения. Мы первые 10 тысяч рублей вчера же выехали, если мы собрали все заявления. Уже по состоянию на 18-й год, по 10 тысяч первая помощь материальная была уже на счетах получателей. Значит, 56 человек получили, то есть те, у которых мы собрали заявление. Обратятся еще по нашим вот тем материалам, которые на ускорбе собирают на 1 понедельник еще две семьи. По остальным пока мы не смогли найти контакты. Значит, кроме того, мы подключили, значит, наше учреждение с обменом фонда по одежде. И подключили Красный Крест. Вчера привезли необходимые средства гигиены. И первым вот семьям, которые расселены на дочери 40. А сегодня эта работа продолжается. И сейчас вот все... Давайте вот этот момент подробнее, пожалуйста, сейчас. Где, как расселены семьи, нуждающиеся? Ну, я понимаю, часть, наверное, родственников, может быть. Но что предпринято нами, где на сегодняшний день находятся те, кто нуждается в расселении? Это первое. Второе. Социальный состав, я имею в виду инвалиды, пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, матери-одиночки из этих 76 граждан. И по ним какая идет направленная помощь и поддержка? По расселению, может быть, администрация? Пожалуйста. Если мы расселим 16 семей, расселение следующее, это станция туристов, по-моему, дочери, в этом 40. Там расселены 4. Бытовые условия там, где расселили людей, присутствуют? То есть, санитарные условия, естественно, тепло, вода. Основным условием было, чтобы были все необходимые бытовые условия. Так. Второе, это общежитие Лисинского педколледжа, место расселения. Третье, это общежитие калмыцкого филиала, Московского государственного гуманитарно-экономического института, колледж нефти и газа. Также заселили 10 микрорайон, до 15, общежитие по проспекту Остапа-Бендера, в поселке Аршань заселили в дом и на 6 микрорайоне тоже поселили в квартире. Марина Петровна, продолжайте. В социальном составе 5 многодетных семей, которые обратились, значит, там по факту из обратившихся в целом 17 детей, из них 7 дошкольного и 10 школьного возраста. Многодетные семьи, это от 3 и более? Да, да. Сколько таких семей? 5. Так, по пожилым, по ветеранам, пенсионерам, инвалидам. Граждан пожилого возраста там забрали родственники, то есть в таких вот обращениях нет. Пока, дальше. Инвалиды? Тоже нет. Получается, у нас острая ситуация там по 4 или по 5 сентября, которые у многодетного тыфа, поэтому надо решить это не прошло. Так, это с обстоянием на сегодняшний день. Пожалуйста. Я дополню, по-моему, и 0 и 1 группы был в России, но в обеспечении этого республиканских больниц, потому что он нуждается в постоянном уходе по стране. Детей школьного возраста сколько получается, так сказать? Мы сейчас свиняли 10 дошкольного и 7 дошкольного. Да. Николай Горячевич, нужно организовать, поскольку люди поменялись сегодня в разных местах местожительства, подвоз детей в школу, и чтобы учебный процесс у школьников не прерывался до того вопроса, пока мы не решим окончательно судьбу пострадавших на постоянной основе. Ксения Горячевич, я доложу, там пятеро детей, которые обучались в образовательных организациях там в поселке, из них трое в начальной школе номер 22, и двое в детский сад ходили. Значит, по двум детям ситуация определилась, там они у родственников, и дедушка сказал, сам будет возить туда. Всем остальным предложена четвертая школа, но здесь рядом по месту проживания, куда их поселили сейчас, они до понедельника должны определиться. Если определяться, я думаю, подвоз мы должны. Хорошо. Артур Терекович, возьмите эти вопросы все на контроль и в ежедневном, в нашем рабочем порядке, как Вы всегда делаете, по утрам докладываете мне о состоянии дел. По образованию, по питанию, кстати, сейчас люди потеряли все на сегодняшний день. Кто этим вопросом занимается? Организовано питание, рядом с пунктами размещения в образовательных учреждениях. Это столовая, 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 школа, где-то уже качали. Трехразовое, для чего питание, чтобы было обеспечено. Короче, Артур Терекович, первое, питание. Второе, это система образования. Третье, условно-отопающая, медицинская поддержка, если понадобится. Люди, во-первых, ну пусть физически не пострадали, но психологически травма нанесена, стрессовое состояние. Поэтому постоянный контроль. И Вам, Артур Терекович, не дако. Есть. Есть еще у кого-то какие-то мнения о текущей ситуации по сегодняшнему? Спасибо, Артур Терекович. Да, пожалуйста. Есть еще, там вот мы пострадавших сгорели документы. Кто-то хотел попросить, там и паспорт, и санк, врачом-баранной помощи. Это тоже момент. Посмотрите, мало ли, это кто-то сегодня, сейчас обнаружил. А кто-то в будущем вспомнит, что у него там... Ну и плюс с администрацией мы тоже обговорим, там, где семья размещилась в доме в Варшане, там семья просит и постельные принадлежности, и кровать, и все остальное. В рабочем режиме взаимодействуете и решать? Все, спасибо. Так, теперь поговорим о стратегии на краткосрочную и долгосрочную перспективу, назовем эти две фазы так. Мы, я давал поручение, мы, кстати, занимаемся этой проблемой уже постоянно, я думаю, что она близка к завершению. Это проблема достройки домов, входящих в категорию так называемых обманутых дольщиков, проблемных застройщиков. Я давал поручение правительству, и программа такая должна быть уже на выходе, тогда, когда мы, государство, то есть в данном случае республика, вмешается в этот процесс своим долевым участием для того, чтобы финансово поддержать и завершить строительство этих домов. Да, у нас были тогда другие стратегические мысли насчет этого жилищного фонда. Сегодня ситуация форс-мажорная, поэтому я даю вам поручение, Игорь Александрович, соответственно, по семьям, многодетным, по пяти семьям, которые вы и сказали, решить вопрос в немедленном порядке, по приобретению через государственную казну жилья. Вот в этих домах и вообще преддать мне предложение в стратегическом, на дальнюю перспективу, но не откладывая. Мы планируем с вами, что первое полугодие, максимум начало второго полугодия, мы завершим вот эту проблему обманутых дольщиков, и тогда уже оставшиеся семьи расселим вот в этот живой фонд. Вот это основное решение проблемы на сегодняшний день по вот этой категории граждан, потерпевших, пострадавших в этой трагедии. Как вы считаете, есть какие-то проблемы? Мы подорщиком всю законодательную базу приняли, сейчас вот институт занимается изменением финансового документа, то есть это, которое всех семей, а по нанести там семей на работе решения, в вашем указании принимать, то есть покупать где-то на вторичный рынок, но это же любые соц. наймы. Понятно, понятно. Так же, как это было, собственно, на городской администрации. Конечно, я же понимаю, мы сохраняем правовую форму взаимоотношений жителей, граждан с администрацией, а единственное, что мы сейчас взамен, ну, совершенно иные условия предоставим для того, чтобы люди могли работать, жить и воспитывать детей. То есть, если получение воздействия, то это задействовало резервный фонд республики? Конечно, конечно, если даже не ошибаюсь. Безусловно. Теперь, Буинчай Николаевич, нужно сегодня максимально провести разъяснительную работу в средствах массовой информации. Это во второй очереди. В первую очередь, коллеги, кто здесь присутствует по своей линии, вы должны, все 76 граждан, которые проживают в этом доме, проживали, должны знать о принимаемых нами мерах, чтобы у них не возникало вопросов, подчеркиваю, по всем самым главным бытовым вопросам. Это финансовая поддержка, питание, образование, медицинское обслуживание. Об этом люди с сегодняшнего дня, все 76 человек, каждый, подчеркиваю, должен знать к концу дня, что правительство республики делает для того, чтобы помочь и поддержать. Это в первую очередь, Буинчай Николаевич. Во вторую очередь, об этом должно знать население всей Калмыкии, чтобы не было спекуляций, ненужных на тему, подобную, что случилось. У нас с вами есть хороший опыт, мы вовремя свое время отреагировали в прошлом году, примерно в это же время, на последствия паводков в листе и сработали на опережение. Поэтому не мне вам говорить, как работать, нужно задействовать все наши возможности сегодня, как в электронных средствах массовой информации, так и в сетях и прочее, прочее, прочее. Коллеги, если есть еще какие-то вопросы или предложения, кто хотел бы высказаться, прошу, пожалуйста, сделать это сейчас, сегодня, на эту тему. Если нет, все, спасибо. Спасибо.